Вон на улице видно, что снег идет. Пошел снег. Утром выходил, ничего нет. Сейчас только рыжку отнесли. Как отнесли ты его там? Да слава богу. Еще? Да. Под храмом раз там почти на 12 человек. Сделаны, как сказать, сусеки для картошки, кто что хочет. Вчера Алексей Загуляев приехал с Наташей мыть в храме-то. Ну и пошел там, у него картошка, достал и говорит, там мыши поели. Ну вот он утащил рыжку туда. А она как? Пошла, да. Закрыли? Подпол-то. Свет включили? Свет включили. Так, теперь Надежда Васильевна, отнеси буску. Давай. Держи крепче, смотри. Сегодня необыкновенная была, вчера принесли нам, что тут принесли? Хорма. Вот постный день сегодня, пятница. Ананасы. И большая чашка. Большая просто чашка. Не знаю, сколько килограмм тут это. Такой черный большой виноград. Я не знаю, где у нас, откуда столько фасоли. Это Серафима, видать, дала. И бобы. Бобовые сварил он сегодня. Нет ничего. Спрашивает, что едите, что едите. Очень просто. Ребята везде помогают и кто-то чего-то приносит. Это картошка. Обыкновенная картошка. Пластиками ее вот нарезали. Вот. А теперь ее, это самая вкусная. Вот. В ней все есть, как говорится, кальций и что-либо. Пополам порезаны на нашу плиту. Вот сюда вот на плиту. И сверху закрывают противнем, когда горит. Маленько погодя, уже начинает дымить. Надо поддувало тогда сразу закрыть, маленькую щель оставить, чтобы не сильно горело. Ну и уменьшить, иначе она сгорит. О, у нас осталась опаля, да? Угу. Паля одна лежит. Она у меня запертая в клетке сейчас на ночь. И еще нигде не пакостит. Молодец. Все, она лежит. Осталась хозяйка. Разнесли кошек. Где-то мышки в деревне. Это все естественно в деревне. Вот я вчера ездил, помогал. Тут одному брату сейчас едет в другую деревню. Едет помочь там дрова распилить. Вот вы сидите, вас кормят. Кого попало кормить не будут. Кормить. Кормить. Чего ж не кормить? Трудящийся достоин пропитания. У нас так маленькая библиотечка тут на выходе уже. Почему же не накормить-то? Вчера принесли ананаса. Я говорю, как писал Маяковский, ешь ананасы, рябчиков жуй. День твой последний приходит буржуй. Вот так. Что там? Собираются хлопцы, сейчас пойдут на работу. Мы остаемся здесь спали двое. У нас календарь православный на семнадцатый год. Вот он какой. Вот на первой странице архиерей. Мы говорим, наш архиерей. Сергей Иванович, как митрополит. Вот он в службу ведет. Вот внизу он с каким-то предпринимателем сфотографирован. Вот тут еще что-то у него такое есть. Какие-то какие-то. Ну и даты тут. Даже это специально выпускает календари. Каждое утро, когда надо, за водой бежит человек. А в городе никуда он не бежит. Все есть. Вот мы хоть и в городе живем, но как будто бы и не в городе. Это на выходе у нас такая картина. Привели блудницу на растерзание. По закону все было сделано. Но оказалось, чего-то не досмотрели в законе. Вот так. Как у нас вот видят и... Ой, да вы хоть с Рождества порядок наведите. А вот расстояние здесь всего метр одно для прохода. Вот метр. Ровно метр. И представьте, такое маленькое место. Дальше нету печка, стол. И тут никуда не повернешься. Вот приезжает Роман, а тогда Романа постель, пока занята. Комната-то маленькая, малюсенькая. А это на третьем там разные вещи. Печка. Над печкой еще два этажа дрова сушатся. А здесь остатки сухарей. Сухари на всякий случай. И поэтому мы ни в чем не нуждаемся. Вот. У нас везде записи божественные, священное описание. Крест тут, икона. Шкаф. Да выбрось этот шкаф, не надо выбрасывать. В нем все. И тарелочки, и все как надо. А тут вот сейчас я почистил луку, чесноку. Ну что еще надо-то? И все это закрывается. Вот оно, как есть здесь. У нас все вдоволь. А это у меня посуда. Стоит что? Пшеница для голубя. Голуби здесь у меня. Здесь у меня что? Семечки для голубя. А здесь вот третья еще посудинка для голубя. Это дробленый горох. То есть у нас хлеб. Да, как смотреть, вроде беспорядок. А это мне подарила сестра одна бублики. Когда я сжегаю, пожевал ее. И все. Все к месту. Утром встанешь. Просворок. И святая вода. Тарелочки. Вот заходишь в комнату. Ну только пройти. Сантиметров 60-70 проход. Вот сижу я здесь. Это мое рабочее место. Все. Рядом кровать. Вот она маленькая. Смотри сколько. А под ней сколько умещается. Ну вторая Никитина. Вот он лежит. Вот правило. Третья Володина. Три этажа. Три. Тут библиотека. Ну совсем с архивами тут вообще. Вот сколько этажерок там идет. И все это на коротеньком маленьком месте. Маленький. Просто повернуть все негде. Бывает иногда так. Что вообще никак. Везде надписи какие. Что они означают. К чему призывают. Даже вот телефон и то. А насчет телефона. Пожалуйста. То есть постоянно идет научение. Здесь. Видите. Сикстинская Мадонна придет. И называть такое. Здесь Игнатий Богоносец. И львы его поедают. Первый епископ Антиохии. Так вот показать. Такое маленькое-маленькое место. Здесь как можно жить в затаренном пространстве. Тут магнитофоны. Колонки. Это для кошки прятаться. Играют когда. Вот внизу архивы разные. Документы. Вот внизу здесь голуби. Вверху спит кошка. По этажам тоже. Днем она уходит. А голубям открывается. Вот чтобы кошка туда не залезла. Мы загородили. Городушка. Иконостас. Вот видите. Все это маленькие. Маленькое пространство. Вместе с кухней здесь. Я даже не знаю сколько. Ну 15-16 квадратов. А раньше я жил вместе с кухней. Все вместе 12,8. Так. Одиннадцать человек могли у меня спать. Приезжали около вокзала живем. Которые на полу не лежали. Зимой даже. Кто бы откуда не ехал. Все к нам. Я например даже не понимаю. Как вот живут некоторые. В Потеряевку приехали. Ни один человек ниоткуда не приехал. Ну не считай детей. Никого нет. Как ни с работы. Ни откуда. Ну как это так. Это болезненно. Надо даже слышать. Это я на кухню зашел. Здесь часики идут. Девятый час. Ребята еще толкутся здесь. Пока везде пищу протопили. Это разные бумаги. Где еще вытирать. Мы вытираем больше. Бумага. Изрезанные газеты. Вот такая бумага. И чистая. Тоже там доставим. Раз. Вытер. Чисто. Чисто. Блисто. Румянится. Как говорят. И все здесь. В маленьком. Затаренном пространстве. Также у нас и там было. И в лагере. Мы к этому привыкли. Нам нужны никакой нет. Вот что говорят. А вот. Говорят на Путина. На Порошенко. На Дональда. Мы ничего это не принимаем. То есть мы знаем. И молимся. А не так. А что объему. Да там. Мы никому не присоединяемся. Мы просто веруем. Веруем. Сегодня у меня. Помощников Господь дал. Последнее время. Удивительные помощники по интернету. Сейчас даже покажу. Снаружи перейду на внутренние. Вот. Вот. Это события дня. Сейчас буду я насчитывать. И. Показать. Ютубе. Сергей тут. Перепелкин. Книги выписал. О себе. Рассказывать. Я тоже помещу. Сегодня. В это. Своем. Так. И вот. Видеоканал наш. Православный видеоканал. Ну. Конечно. Маленький. По. Просмотров. Девять миллионов. Шестьсот семьдесят восемь. Тысяча двести двадцать восемь. И. Подписчиков. Люди боятся СМИ. У нас. Вот. Подписчиков. Просмотров. Мы. Отнесены к СМИ. То есть. Наши. Вот. Сегодня у меня так получилось. Что выставил. Новых. Двенадцать. У меня четыре тома стихов. Она называется. Проповедь в стихах. И. Первый том. Сегодня выставили. В каждом томе. По восемьсот страниц. Не просто. Как-то. Вот. Сейчас. Если смотреть. Вот. Я никогда. Сам-то до конца не видел. А. 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 Все. Можете вот так затормозить. Здесь увеличить. Видите? У меня какие есть стихи. Напорь. В каждой строчке Место писание. Тридцать шесть строчек. В каждом стихотворении. Вот, не опоздать, не опоздать Вот, видите как Стучат колеса, конские копыта И сердце клапаны торопятся подстать С такой же лихорадочной прытью Отмерено, однако, до минуты Всему защищавшемуся жить и умереть На каждый шаг с подушкой малюты А проще говоря дежурит смерть Успеть разбить дарованный талант Засеянный просеять урожай Торопится залезть в войну Герой под танк И обезвредить тех, кто угрожает Не опоздать, фату купить невесте Окончить школу, получить медаль Детей родить, стать петушистым тестем Так быстро срок заканчивать, а жаль Не опоздать И опоздал бы точно не встретиться Благовестник на пути День воссеял среди карамешной ночи А на часах двенадцать без пяти Не о награде думы Мой динарий по праву и по правде был немой Когда б на труд пришел, как этот парень А я лишь осенью соседствую с зимой Как много опоздавших в этом судне Что опрокинулось, ударившись одно О, где те праздники, бесчисленные будни Слагал бы песни книги об одном О том, кто поспешил в начале века Голговский крест украсить на вершине Воскресли падшие и повернули реки Не опоздать на брак к нему, спешите Успели до заката за застолье Наполнить пир, переменить одежду А не пришедшие хватаются за колья К стрелецкой казни правит скрип тележный И напротив каждой строчки Место из Святой Библии Откуда это взято Вот такие стихи, попробуйте найти где-нибудь Не то, что тут умного Господь положил на сердце так Это благодать Божия Два стихотворения, 36 Это 72 раза надо открыть Библию Не просто какое-то эти Прорепименон, Притча, Даниила, Серахов Это надо знать Библию Знать ее очень хорошо Чтобы показать, откуда эта мысль Бытие, Числа, Плащ, Экклесиаст, Исаия, Псалом Второе царство, Иоанн Исход, то есть Настолько это все необычно Я сейчас отстрону с места И как она книга сама перелистывает И в музыке Это первый том сегодня Ох, как Ну все на сегодня Провожаю братьев Сейчас уходят Ох, Никита вырядился-то какой франк Настоящий пижон А пижон, это пижон По-английски, голубь Он прихорашивается Наших людей видно Все с бородами, с поясами Вот так Ну все, во славу Божию Ты куда идешь сегодня? С братом еду вместе Бельмесева Драма готовить Работы много? Говорит, что есть работа Я не был, что не знаю Все, тогда